Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрея Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. А враги останутся в прошлом. Городские власти отреагировали на проблемы жителей в поселке Шмидта. В поисках справедливости депутат Государственной Думы Александр Хинштейн провел личный прием граждан. Неработающие пенсионеры могут рассчитывать на выплаты. В областном правительстве обсудили меры соцподдержки. Об этом нельзя молчать. В Самаре вспоминают жертв политических репрессий. В серебряном возрасте к золотым медалям самарские пенсионеры сдавали нормы ГТО. Нелицеприятный внешний вид антисанитария, да и место расположения сомнительное. Прямо около остановки. В Советском районе на пересечении улиц Авроры и Аэродромной сносят рынок Лотос по решению арбитражного суда Поволжского округа. С подробностями Елена Малютина. Наследие из 90-х давно смущает местных жителей. Нелицеприятный внешний вид антисанитария, да и место расположения сомнительное. Прямо около остановки. Мало мобильным людям непросто пробираться к автобусу через торговые ряды. Когда здесь появился рынок о соблюдении городостроительных норм и регламентов, никто не задумывался. Вот и возвели прямо над коммунальными сетями. Трубы прогнили, ресурсоснабжающие организации неоднократно обращались к владельцам рынка, чтобы их заменить. Но реакции так и не последовало. Помимо того, что рынок находится на гостевой улице, территориально он еще и находится на теплокоммуникациях, в случае аварийных ситуаций будет тяжело и проблематично устранять эти ситуации. Это второе. Третье – рынок, территория рынка затрудняет подход маломобильных граждан к остановке общественного транспорта. На рынке я вообще покупок не делаю. Да я думаю, что хорошо, а то из-за него балаган здесь, а то будет хорошо. Ну, лично я не покупала на нем никогда. Я ходила по другим рынкам. Если так говорят, то что он там грязный, то есть и очень все. Если жители согласны, то, конечно же, лучше убрать. Я думаю. Поэтому лучше там, чтобы дети гуляли. 13 тысяч жителей проголосовало за перемены. Уже разработан проект, по которому эту территорию приведут в порядок. 150 незаконных торговых точек, здания администрации рынка, общественный туалет снесут. А на этом месте высадят аллею. Собственникам торговых точек неоднократно предлагали вывести свое имущество добровольно. Многие отказались выполнять постановление 11-го арбитражного апелляционного суда. Уведомления были неоднократно. В течение полутора месяцев мы сюда уже приезжали около трех раз. То есть уведомляли их полтора месяца назад, месяц назад, две недели назад и вчера уже. Мы оклеивали рынок несколько раз. С представителями рынка администрации района неоднократно проводились встречи, на которых предлагалось рассмотреть другую площадку для размещения торговых точек. Озвучивались требования к внешнему облику и содержанию торговых рядов. Однако владельцами рынка никаких решений принято не было. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Дорога до школы как целый квест. Активисты ОНФ проверили, насколько безопасны дороги до школы в поселке Шмидта. Итоги мониторинга узнал наш корреспондент. Безопасность детей в приоритете. Активисты общественного народного фронта отреагировали на сообщения обеспокоенных жителей поселка Шмидта. Проблемы и правда нашлись. Например, на последних 100 метрах до школы номер 134 нет тротуара. Приходится выходить на проезжую часть. Проблема, конечно, и в тротуарах. То, что мало оборудованы тротуары. Не везде на пешеходные переходы сами жители реагируют, которые ездят на автомобилях. Поэтому, конечно, школьникам тяжело добираться. Есть и более короткий путь через овраг. Но лестницы здесь находятся не в самом лучшем состоянии. Активисты ОНФ говорят, сейчас эти вопросы будут решаться совместно с администрацией города. Здесь мы обратимся в департамент городского хозяйства, чтобы они вместе с ГИБДД сделали схему организации дорожного движения. Предусмотрели новые перешеходные переходы, новые знаки. И в дальнейшем, я думаю, что по весне нужно говорить о благоустройстве тротуара. В администрации города отметили, что в этом году в поселке Шмидта тротуар был восстановлен на мостовой, а также на Неверово. Велись работы и на Ярославской. На оставшемся кримолинейном участке, муниципальным предприятием благоустройства, работы по восстановлению временного тротуара будет произведено до конца этого года. А вопрос строительства непосредственно ступенек в районе Оврага и Петли, где переход улицы Малоярославская в улицу Неверово, мы планируем сделать в следующем году. Итоги проверок направят в администрации города и районов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. В поисках потерянного звания житель Самары пытается восстановить справедливость и найти документы, подтверждающие, что его дедушке было присвоено звание Героя Советского Союза. За помощью мужчина обратился к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну, который провел личный прием граждан. С какими еще вопросами обращались люди в репортаже нашей съемочной группы. Орден Ленина, Орден Боевого Красного Знамени и Медаль Партизана. Самые яркие награды Николая Бойкова, советского воина. Он погиб вместе с отрядом из 50 человек, прикрывая отступление других группировок. Окруженные тысячами нацистских солдат, они не сдались в плен, нанеся противнику большие потери. Во многих книгах и газетах Николай Бойков упоминается как герой Советского Союза. Даже имелся наградной лист, но официально звания ему присвоено не было. Разобраться в этой ситуации пытается внук воина, Владимир. Они потихонечку начинают забываться, забыты. Никому это не интересно, никто не понимает настоящую суть победы над немецко-фашистскими захватчиками. Я хочу, чтобы правда восторжествовала и деду все-таки присвоили героя, пусть теперь не Советского Союза, а героя России, посмертно, из чего он достоин. О своей проблеме Владимир рассказал Александру Хинштейну на личном приеме граждан. Депутат Государственной Думы пообещал отправить запрос и в украинский архив, ведь Николай Бойков погиб на территории теперь уже другой страны, и начальнику Центрального архива Минобороны РФ. И если удастся найти нереализованный наградной лист, то Николаю Бойкову будет присвоено заслуженное звание. Кроме того, этот случай может помочь и другим героям обрести свои награды. Я все больше и больше убеждаюсь в мысли, что России необходимо возрождать и в полном объеме запускать поисковые движения, которые раньше были очень активны, юных следопытов, которые занимались восстановлением памяти погибших героев, многие из которых, к сожалению, посмертно не были удостоены наград. Справедливости ищут и жители дома номер 29 по улице Первомайской. Женщины просят помочь с ремонтом детской площадки и дороги внутри двора. Часть территории жители привели в порядок за свой счет, но дорогостоящие работы позволить себе не могут. Более 15 лет они подавали заявки на участие в муниципальных программах, но каждый раз двор в последний момент исключали из списка на благоустройство. Власть, неважно, исполнительная, законодательная, обещающая людям конкретные вещи, а потом за свои слова не отвечающая, не может пользоваться авторитетом, и не нужно удивляться потом, что доверие к власти теряется. Оно и будет теряться, если мы будем много всего обещать и ничего не делать. Александр Хинштейн пообещал вместе с главой района приехать во двор, оценить его состояние и посодействовать в проведении ремонта. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Дмитрий Мешканцов. События. В регионе сохранят выплаты неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, чья пенсия не превышает 22 тысяч рублей. Напомню, из-за того, что 1 января следующего года в стране произведут индексацию выплат неработающих пенсионеров почти на 7%, более 20 тысяч жителей Самарской области могли лишиться ежемесячной прибавки. Их пенсия превысит критерии нуждаемости. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, в регионе этот критерий увеличат, чтобы сохранить социальную выплату. Губернатор поручил правительству обеспечить ежегодную индексацию не только размера социальных выплат, но и критериев для их назначения. Очень хорошо, что мы в данном случае работаем на опережение. То есть мы надеемся, что Самарская биберская дума тоже, безусловно, нас поддержит. Сегодня 75 лет исполняется одному из самых известных политиков страны – Константину Титову. Первому губернатору Самарской области в новейшей истории России. Он руководил областью в течение 16 лет. Возглавил регион в начале переломных 90-х, когда складывались новые экономические отношения. В период его руководства по уровню социально-экономического развития регион занял лидирующие позиции среди российских областей. Были сохранены важнейшие отрасли. К примеру, большое внимание он уделял развитию сельского хозяйства. Выстроил новые социально-экономические связи. После отставки в течение 7 лет представлял регион в Совете Федерации. С 2014 года он работает заместителем председателя общественной палаты Самарской области. Память и уважение к своей истории. В Самаре в день памяти жертв политических репрессий к памятнику Спас возложили цветы. За акции наблюдал наш корреспондент. Деда Самарца Игоря Сластенина Ивана чекисты забрали поздно ночью в 1937 году. Сапожник публично высказался на тему политики и экономики СССР. Иван Сластенин из лагерей не вернулся. Умер там в 1943 году, когда его сыновья воевали на фронте. Они и их дети еще долго носили клеймо родственников врага народа. В день памяти жертв политических репрессий Игорь Сластенин и другие жители Самары пришли в парк Гагарина к памятнику Спас. Вспомнить и своих родственников, и всех тех, кто пострадал в те времена. Многие, даже потомки, сыны, внуки, они не знают, где находятся могилы и где косточки наших дедов и отцов. Поэтому вот, ну, сюда надо прийти, помолиться, чтобы попросить у них прощения. Скульптура расположена рядом с девятью безымянными братскими могилами, в которых похоронены жертвы политических репрессий 30-40-х годов. Тогда здесь располагался расстрельный полигон НКВД. Вспомнить без вина погибших пришли десятки людей. Простые жители города, первые лица, общественники. Все они говорили, память лучше лекарства от прошлых ошибок. И обязательно нужно делать вывод даже из самых тяжелых этапов истории. Только тогда можно строить спокойное будущее. Но сравнивая величайшие достижения нашего народа в 20 веке, победу в первую очередь, стройки, которые провела наше государство, социалистическое государство, тем не менее мы говорим нашим детям о том, что были и тяжелейшие времена репрессий. Без этого нельзя рассказывать о нашей истории. Это самое святое, потому что историю нашу должны знать все. Именно правдивую историю, которую забывать ни в коем случае нельзя. В завершение акции ее участники возложили цветы к памятнику. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Кадеты и юнормейцы пройдут по площади Куйбышева 7 ноября на параде памяти. Чтобы туда попасть, им пришлось готовиться целый год. И сдать экзамен по строевой подготовке. Как прошел смотр в парке Победы, расскажет Сергей Кизоркин. Ботинки начищены до блеска. Форма подогнана точно по фигуре. Ремни подтянуты. Все как в российской армии. Никаких поблажек. Через неделю кто-то из этих кадетов может стать участником парада памяти на площади Куйбышева. Выглядеть нужно не хуже солдат президентского полка. Самое главное, что ребята стремятся. И важно, что именно военно-патриотическое воспитание поднимается в новую стадию. Кадеты 177-й школы вместе ходят с троем уже не первый год. В городском смотре парадных расчетов не новички. Держать строй и маршировать в ногу учатся пять дней в неделю. Пройти по площади Куйбышева – мечта каждого самарского кадета. Это право нужно еще заслужить. Но это того стоит, признается командир подразделения Илья Проскурин. Когда строй идет в одну ногу, это приятно, что ты идешь рядом со своими друзьями, которые влечены этой идеей и хотят продолжать этим заниматься. Это очень приятно именно само ощущение, когда идешь. Могут быть у кого-то мозоли и у кого-то другие какие-то травмы, связанные с какими-то другими процессами жизни и деятельности. Но это все забывается. Это действует в голове слишком сильно, чтобы на это обращать внимание. Особая честь для кадета – попасть в знаменную группу. Там маршируют лучшие, как в учебе, так и в военной подготовке. Знаменовцы и караул двигаются по-особенному. Это совсем иной уровень мастерства. Знаменная группа участвует во всех официальных праздниках и торжествах. Парады и награждения отличившихся солдат и офицеров – яркий пример. Смотры парадных расчетов проходят в Самаре не первый год. Это один из элементов патриотического воспитания молодежи, так же, как и военная игра «Зарница». Усмотра конкурсов есть хорошее историческое прошлое. Будучи школьником, и я в свое время принимал самое активное участие, когда у нас были уроки начальной военной подготовки, так же у нас были смешанные расчеты повзводные от каждого класса, так сказать, и мальчишки, и девчонки с большим задором, так сказать, участвовали. Выходили на районные, городские, областные мероприятия. Сегодня в городском этапе смотра парадных расчетов и конкурса «Песня марш Калашникова» участвовали три кадетские школы и патриотический клуб. В итоге жюри преподнесло кадетам сюрприз. Все они пройдут 7 ноября по площади Куйбышева. Украшением праздника станут самарские юнормейцы. Свою выправку и чеканный шаг они тоже покажут на параде памяти. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. 3 и 4 ноября в Самаре пройдет «Ночь искусств». Это всероссийская акция, она проводится уже седьмой год подряд. Музеи, театры, библиотеки будут работать в вечернее время. Там пройдут тематические праздники, творческие встречи с музыкантами, художниками, актерами. Что приготовила самарцем детская картина и галерея и музей Эльдара Рязанова в нашем сюжете. И вот когда я Рязанова в интервью спрашивали, когда вы работали с Брагинским, кто же из вас водил пером, кто же из вас записывал, все. Здесь как раз Рязанов вспоминал про диван и говорил, что, ну вот, мол, кто успевал диван занять, только ничего не делал. 3 ноября музей Эльдара Рязанова откроется для посетителей в 3 часа дня. В это время можно будет ознакомиться с основной экспозицией. Начиная с 7 часов вечера, гостей ждет насыщенная программа. Сначала презентация цикла подкастов, музеи, тайные страницы истории кино. Затем лекции о творчестве Квентина Тарантино. В 8 вечера начнется детективный квест по экспозиции «Искусство объединяет». В 9 лекции о творчестве Эльдара Рязанова. Речь пойдет о трудностях трюкового кино и о том, как снимался фильм «Необыкновенные приключения итальянцев в России». В этот день самарцы смогут увидеть новый экспонат музея, какой пока держится в тайне. За последний год мы приняли множество новых экспонатов, которые составят основу экспозиции второго этажа, который будет посвящен творчеству именно Рязанова и его фильмам. Мы сотрудничаем с его родственниками, с его вдовой Эммой Абайдулиной, с киноклубом «Ильдар», который основал сам «Ильдар Рязанов», он располагается в Москве, с его дочерью Ольгой Рязановой. И также мы работаем с архивными учреждениями и будем работать с Госфильмофондом и «Мосфильмом». А 4 ноября с 11 часов утра самарцев ждет детская картинная галерея. Для гостей подготовили несколько программ. Поскольку слоган «Ночи искусств» традиционно это искусство объединяет, мы продолжили, немножко уточнили его, искусство объединяет музей всей семьей. И поэтому у нас много программ, мастер-классов, которые рассчитаны именно на совместное времяпрепровождение родителей и детей. Родители с детьми ждет песочная анимация, они смогут создать композицию «Морское дно», а также сесть за мольберты и нарисовать портрет семьи. Для детей старше 12 лет будет организован мастер-класс по росписи в китайском стиле. Также в течение дня будет работать основная экспозиция музея. Можно будет увидеть выставку про мальчишек. Вечером в музее пройдет три лекции. Одна из них будет посвящена сладостям. Самара была богата, как любой небедный город, вокруг которого было много пищевого сырья. Богата сладостями, булками, все, что можно произвести из сахара и муки. Мы еще выделяемся тем, что у нас было несколько заводов, множество кондитерских заводов, как тогда говорили, конфектных фабрик и достаточно известных по России. Ночь искусств пройдет в музее «Самара Космическая». Молодежный театр-мастерская представит спектакль «Сторож». Свои двери распахнет и музей-усадьба Алексея Толстого, Самарская публичная библиотека и театр «Лукоморье». У героев нашего следующего сюжета возраст уже солидный, но они все так же активны на спортивных площадках. В Самаре прошел очередной этап фестиваля «ГТО. Одна страна, одна команда». В соревновании участвовали команды со спортсменами старше 60 лет. О том, что возраст в физкультуре не помеха, расскажем в следующем репортаже. Мы не стареем, мы молодеем ради спорта. Учитель физкультуры Растям Нурдинов преподает уже 38 лет и постоянно следит за своей физической формой, не обращая внимания на возраст. Проверить себя он пришел на фестиваль «ГТО. Одна страна, одна команда». Жалеет об одном – в программе соревнований нет упражнений с гирей. Я как учитель физкультуры должен быть примером для своих учеников, во-первых. Я вот уже две золотые знаки ГТО получил – девятые и десятые ступени. И каждый год участвую в фестивале ГТО. Призываю всех участвовать. Этот этап фестиваля собрал более 200 человек возрастом 60 плюс из всех районов области. Каждая команда должна выполнить упражнения по пяти дисциплинам. Среди них и модная сейчас скандинавская ходьба. Участники фестиваля выполняли упражнения с огоньком. Для лиц старшего возраста это праздник. Потому что такой энергетики нет больше ни на одном мероприятии. Они всегда очень рады, очень бодро ко всему подходят. Те люди, которые уже приезжали, они вот этот дух соперничества, дух спорта, дух здоровья разносят по всей области. Я думаю, что к 2024 году мы 55% занимающихся спортом, как Путин нам наказал, мы выполним. Лучшие команды этого этапа получили медали и грамоты. Мария Левина, Семен Безгинов, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютубе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютубе. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин